Чувашия и Яндекс подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Ряд проектов в Рео главы республики Олег Николаев обсудил с генеральным директором российской компании Еленой Буниной. В соглашении речь идет в первую очередь об участии транснациональной компании Яндекс в дальнейшем цифровом развитии Чувашии. Платформа предлагает множество площадок и сервисов в самых разных сферах. У нас, наверное, наиболее востребованы карты и такси, так и как и везде. И очень активно начинают пользоваться школьники вашим сервисом, который предназначен прежде всего в литейском формате. Я думаю, что могло быть очень интересным направление и ваши наработки в области Яндекс-Лавка. Увежден, что мы, если совместно будем двигаться, сможем наработать намного больше инструментарий и сервисов. В феврале 2020 года в сервисе Яндекс.Переводчик появился чувашский язык. Сервис позволяет переводить слова, фразы, тексты и даже целые веб-страницы из чувашского на русский и наоборот. Генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина рассказала о других проектах, которые планируют запустить в рамках соглашения. К примеру, Яндекс предлагает педагогам республики платформу для онлайн-трансляции уроков и заданий с возможностью автоматической проверки. К этому сервису уже подключены почти 1700 преподавателей и более 27 тысяч учеников Чувашской республики. Сейчас там есть программы для младших классов, но со следующего учебного года сервис обещает дополнить заданиями для среднего звена. Продолжение следует...